От Луки святое благовествование В Евангелии от Луки, в 9 главе, есть слова Господа «Пусть мертвы погребают своих мертвецов». Что это значит? Почему Христос запретил идти на похороны Отца? Не совсем точно поняли вы происходящее. Дело в том, что похороны Отца еще не совершались. Предложения тому, кому Господь сказал следовать за собой, состояли не в том, чтобы воздать сосуду телесному умершего Отца прощальной почести, а в том, чтобы упокоить старость своего родителя вплоть до его смерти. И сейчас некоторые потому и не уходят в монастырь, а некоторые даже и не женятся, сознавая, что нужны пока своим престарелым родителям и не могут никакому другому служению, требующему всего человека целиком, будь то монашеский путь или супружеская жизнь, отдать самих себя. Поэтому предложение призванного не торопиться идти за Господом, а остаться упокоивать старость своего родителя и вызвало отказ Господа. Это вовсе не потому, что непочитанию родителей учил Господь ветхозаветную заповедь. «Чти Отца твоего и Матерь твою, да благо тебе будет, да долголетен будешь на земле». Господь совсем не отменяет, а напротив, утверждает только подлинную любовь к родителям, так что выставляет лукавство иудеев, которые, говоря «карван», то есть дар Богу то, чем необходимым желали бы пользоваться от меня мои родители, и уже может не почесть своих родителей, не явить о них заботы, не дать им необходимого. И это иудейское установление как раз свидетельствовало лучше других об их лукавстве, что даже собственное кровное родство не делало их щедрыми и великодушными, настолько сребролюбием и тщеславием были повреждены их сердца. Так что почтительность к родителям вовсе не отменяется данными словами Господа, но обличается неверие того, кто был им призван следовать за собою, ибо это были слова Божьи, а промысел Божий о родителях очевидно не предусматривал, не предполагал необходимости присутствия с ними, конкретно с Отцом, этого призванного своего Сына, ибо и без Него путь земной Отца был Богом устраиваем, устраиваем, либо потому, что хватит Божьего попечения, Его доброго произволения для того, чтобы жить упованием на уже пришедшего Мессию, либо потому, что и скорее второй вариант, что и сами скорби предсмертные, скорби старости не смягчат сердце этого окамененного Отца, и он, именуемый мертвецом, будет погребен такими же мертвецами, которые не могут и не хотят слышать Слово Господне и следовать за Спасителем, за Господом Иисусом Христом. В любом случае, Авраам, получив указание гораздо более тягостное, чем просто следовать за Богом, но жертву принести своего единородного Сына, не ослушался, но занес нож над горлом единственного возлюбленного Сына Своего, чем подтвердил свою совершенную верность Богу, а этот, призванный под очевидно мнимым предлогом, не потому что очень любил Отца или была потребность о Нем заботиться, но потому что не веровал Господу, потому что Его сердце было настроено не в небесное царствие, но земному царству служить, потому и отвратился Он и от Христа, что и обличает Господь своими словами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok